НР, сейчас я пребываю в каком-то шоке, просто нереальном. Ситуация, вся страна едет в Краснодар, вся страна переезжает. Сибирь, Дальний Восток в надежде на лучшую жизнь. Но здесь-то заживем, здесь-то будем спать спокойно. Но спокойного сна не ожидать никому. Катастрофа всероссийского масштаба. Горит сейчас. Пожарные поехали. Спустя минут, наверное, 30. Может быть, 40. Аляк, весь этаж сгорел. Очень много квартир сгорело. Но, ребята, тут как тут у нас. Приехали. Сейчас будет, наверное, эту штуку. Мансардный. Этаж жилого дома горит в Краснодаре. На площади 800 квадратных метров. Жильцов эвакуируют. Жильцов эвакуируют. Это сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, пожар произошел на улице Российская. В 2.1 к месту вызова направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного горизонта. По рангу пожара номер 1. В 2.20 по прибытию первого подразделения установлено, что происходит открытое горение мансардного этажа на площади 800 квадратных метров. Говорится в сообщении. В 2.00 по московскому краснодарскому времени объявлен ранг пожара номер 4. Ситуация хуже, чем катастрофическая. В 3.00 по московскому краснодарскому времени объявлено. В 2.00 по московскому краснодарскому варианнему объявлено. Я прекрасно понимаю, что главный вопрос, который сегодня хочется задать Господи, кто? Какие люди погибли? Есть ли погибшие? Не дай бог там дети, старики, девушки Это вопрос наш, человеческий, но есть и вопросы гораздо более фундаментальные А вообще, собственно, как это все может допускаться? Как после невероятно страшной трагедии в Зимней Вишне, которая произошла уже больше двух лет назад Мы все еще на одни и те же грабли наступаем Мы все еще ждем своих людей Мы не собираемся следить профилактически за ситуацией в стране Или это уже не имеет никакого значения?